Всем привет, Вася, с вами Жека. Короче, прикиньте тему, Вася. Я узнал, что в Верховной Раде из 450 депутатов 47 телочек. Прикиньте. Это получается, Вася, по 8 хахалей на одну телочку. Теперь понятно, почему они там в Раде, Вася, дерутся все. Потому что, когда говорил мой корень, за свое счастье, Вася, надо бороться. Вот. Значит, смотрите. От радикальной партии, Вася, прошла 24-летняя цыпочка, Вася, Алена Кошенко. Вот. Ну, ничего такая. И пацанчика, по-моему, у него даже нет. Ну, просто, почему-то Гройсман слишком часто перерывы в заседании делает. Это подозрительно. Но это еще цветочки. Вот. Значит, от партии Яценюка должна была пройти Вася 23-летняя мадам. Ну, Даши звать. Вот. Такое ощущение, что Гройсман с Яценюком поспорили, кто из них моложе цыпочку по цели. Вот. Но в последний момент с Дашей что-то переигралось, там, и она не дала. В смысле, не прошла. Ну, короче, там одно из другого вытекает, неважно. Вот. Ну, вот теперь объясните мне, что эта Фифа будет делать в парламенте? Какие законы она будет принимать? Закон о скидках в бутиках или что? Или напишет петицию, Вася, о том, что не все блондинки бум-бум. Да даже Печерский районный суд такую фигу не примет. Вот. Вот. Оно даже в политике не бум-бум. Я вам серьезно говорю. Вот спросили у нее, у этой, у Кошелева, спросили, какое государственное устройство украинности? Нет ответа. А я вам так скажу, что у нас на районе каждый лошара знает, что государственное устройство у нас яценюческо-порошенковское. Ну, то есть парламентское президентное устройство. У меня, кстати, в Верховной Раде охранник знакомый есть. Так он говорил, что у этой Кошелевой в депутатской ксиве фотография в полный рост и возле пальмы. Прикиньте. И как она спрашивается, Вася, такая в Раду попала. Это что, приехали избиратели на хату, Вася, и сказали, а можно всех посмотреть? Мне в этой ситуации, знаете, больше всего обидно за свою малую. Она тоже могла бы быть депутатом в Верховной Раду. Она ничем не отличается, Вася, от Кошелевой. Я вам серьезно говорю. Вот. Это, тоже безработная. Из бурсы недавно выжмали, Вася. Короче, депутат то, что надо. Даже, это, откровенная фотосессия есть. Я сам лично на стройке фоткал, да. Правда, потом она там в ведро с цементом вступила. Ну, ничего. Кстати, я вам фотки потом покажу. А если хотите, можете сами сходить и посмотреть. Она до сих пор там стоит в цементе. Короче, Вася, подытожив. Значит, единственным изменением, Вася, в парламенте с приходом депутата Кошелевой в Верховную Раду будет то, что теперь канал Раду будет транслировать Вася после полуночи и с красным квадратиком. С вами был Жека. Живите четко и не косячно.